Всем привет, друзья! Вас приветствую! Сегодня я и зовут меня Юлия. Поговорим об январском посеве семян. Если чешутся ручки, то можно уже посеять те культуры, у которых долгий вегетационный период. Например, часть растений, и в основном это многолетники, можно отправить на стратификацию, и часть растений можно посеять семенами. Потому что такие культуры, как эустома, гвоздика, шабо, у них до первого цветения 5-6 месяцев это минимум наступает. Так что вот о посеве этих культур нужно позаботиться заранее, конечно же. Те растения, которые должны успеть нарастить свой клубенечек, их тоже можно посеять в январе. Это я имею ввиду бегонию, глоксинию. Ну а растения, которые требуют предварительной стратификации, такие как аквилегия, примула, дельфиниумы, лаванда, купальницы, рутовники, клематисы, княжники, альпийские колокольчики, многолетние фиалки. В общем, много можно перечислять, в основном все многолетники. Их можно вот сейчас отправить на стратификацию, чтобы они проморозились, и уже в марте достав, их спокойно можно их проращивать. Также, конечно, нужно позаботиться о посеве таких семян, у которых имеют плотную оболочку. Вот пиларгония, да, у меня уже она готова к пикировке. Ну а что я буду высеивать, сейчас вам кратенько перечислю. На перстянка у меня двух расцветок. Клематис очень хочу попробовать вырастить, белое облако. Мыльнянка вдохновение. Гипсофила ползучая белая. Есть у меня гипсофила, которая вот куст стоячий, но мне не нравится, что он западает все время. Приходится его подвязывать, от бабушки я привезла с дачи. Тут вот прочитала, что гипсофила есть ползучая, то есть она идет низкорослая, попытаюсь вот ее вырастить. Очень нравится мне и аромат ее, ну и, соответственно, вот ее белые цветочки, они неподражаемые. Ну вот от бабушки у меня осталось несколько пакетиков с многолетниками. Синюха лазурная небосвод, флокс многолетней смесь. Затем здесь вот у меня еще есть несколько колокольчиков. Да, вот несколько еще колокольчиков. Это вот от бабулечки у меня остались. Малиновый звон и ванильные облака. Все это я хочу отправить на стратификацию. Где-то что-то может быть просто заморозить, в холодильник отправить. Можно, повторюсь, выращивать аквилегию и дельфиниум, но у меня они есть уже на грядках, то есть мне их достаточно. Единственное, что я вам не перечислила, это примулу. Еще не купила, пойду вот до магазина дойду, найду с хорошим сроком годности примулу и еще и буду стратифицировать примулу. Ну а что посею, сейчас вам расскажу. Хочу посеять катарантус из семян, которые мне прислала моя подписчица из своих семян попробовать. Затем вот колюс с крапивкой есть у меня несколько семян. И будет у меня гацания из профессиональных семян и гацания из своих собранных семян. Получилось у меня собрать, то посмотрим, какова будет у них всхожесть. Ну я думаю, что почему бы и нет, и всхожесть должна быть хорошая. Ну в принципе гацания, гацанька она без проблем сходит, так что все будем с вами высевать и все будем с вами наблюдать. Дальше, что еще хочу посеять в конце вот января, это виола витрока. Серия профессиональных семян, очень мне понравилось, как она в прошлом сезоне выглядела. Большие крупные цветки, даже те, кто у меня покупал, мне присылали фотоотчет и благодарили за цветок. И у меня даже на клумбе, вот я вам делала неоднократно обзоры, где вот простая фиалка обычная и вот эта вот витрока там отличается. У них, конечно же, цветочек размером. Так что вот, друзья мои, вот такой будет январский у меня небольшой посев. В принципе, часть у меня уже была посеяна в декабре. Еще раз повторюсь, это эустома, бегония и вот моя пиларгошка, которая просится на пикировку. Ну и вот в основном это у меня будет стратификация, отправлю на стратификацию семена. Еще хочу вот отметить, спасибо огромное моим подписчикам, что подсказали, что вот плошки с семенами нужно обязательно хранить в холодильнике. Это полка, ближе которая к фруктовым, то есть не та, которая ближе к морозильнику, а ближе к фруктовым полочкам. То есть вот эти две плошки, они у меня находятся в холодильнике. Месяц-два они должны вот простоять, так сказать, тоже промерзнуться. Для лучшей всхожести семян. Так что вот, друзья, рассказала вам, поделилась, чем я буду заниматься в январе. Те, кто впервые смотрит мое видео, приглашаю вас, конечно же, подписаться. Заглядывайте в сообщество. Там я собираюсь вам выставлять некоторые фотографии, может быть делиться о том, что вот монтирую видео. Ждите, предупреждать вас, чтобы вы были в курсе. Нажмите, конечно же, на колокольчик. Спасибо вам огромное за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.